МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Бьют прежде всего по нашим детям, у которых еще не окрепла психика, которые не знают, что правда, что ложь, кому верить. Что делать в этой ситуации? Значит, Ирина, хочу сказать так. Ничего нового на самом деле не придумано. Родительский контроль. Звучит, может быть, избито, но это единственная действенная мера, это родительский контроль. Мы уже обсуждали на теме дня. Роли родителей сейчас подменить невозможно. Особенно в крайне тяжелое время страны. Но граждане мои хорошие, я сам как отец, у меня трое детей, две девочки еще, одна дошкольная, другая школьного возраста. Я все это понимаю прекрасно, что с ребенком мы не находимся 24 часа в сутки. Действительно, многие родители работают, кто-то бывает дома чаще, кто-то реже. Дети остаются одни. И вот то время, когда они не в школе, где они хотя бы под контролем педагогов, у них достаточно времени, вот в это время, у них достаточно и возможностей, технических каких угодно, для того, чтобы получать информацию, в том числе, в первую очередь, из интернета, в неограниченном количестве. И вот здесь я бы обратился к родителям, отвечая на вопрос, что делать. Друзья, сограждане, помните, что вы родители. Вот это надо просто понимать. То, что вы не вложите сами в своих детей, не вложит никто, кроме вас. И только вы и по закону, и перед Богом, и перед своей совестью, и перед своими детьми ответственны за их души. То, чего не сделаете вы, не имеет права сделать никто. И, к сожалению, не сделает. Как бы не хотел этому помочь. Поэтому ограничивайте, пожалуйста, время безделия. Назовем вещи своими именами, ваших детей. Я лично делаю именно это. Второе. Информация, получаемая из любых источников, должна быть предельно дозируемая. Особенно в военное время. У нас нет, слава Богу, никакого военного положения и оснований, полагать, что оно будет на самом деле нет. Все, в общем-то, идет по плану. Но время действительно... Но время тяжелое. Это час икс для многих наших, для нашей страны. Безусловно. Подумайте о душах ваших детей, что туда попадает вот сейчас. Когда ежедневно более 13 тысяч фейков попадает только в сети интернет. Это только то, что зафиксировано. Представляете, что происходит? Что говорите ребенку, Алексей, относительно того, что происходит на Украине сейчас? Что, не лгать, не изворачиваться, говорить правду? Только правду. А правда, она проста. Не мы это все начали. Вот не мы. Вот видит Бог, вот не мы. И 30 лет, 30 лет, реально правительство Российской Федерации, президент, предпринимали все усилия для того, чтобы этого не допустить. В страшном с неба не приснилось еще 50 лет назад, что два реально братских народа, которые даже из учебников истории, всем известно, относятся к восточным славянам. Это русские и украинцы будут воевать друг с другом. При всей разнице во взглядах, в менталитете, как угодно, даже в религии. Но мы люди по крови братские. Да, действительно, ментально у нас очень много различий. И действительно, последние десятилетия жизни в разных государствах, они сделали свое дело. И здесь надо отдать должное, в кавычках, нашим злейшим друзьям из-за океана, которые ставили задачу, на самом деле, столкнуть Россию и Украину. И у них получилось. Но подчеркиваю, не мы это начали. И действительно, не идет войны с украинским народом. Идет война с фашизмом. В прямом смысле этого слова. Да, и это слово произвучало из Успрезидента России. Потому что по-другому это не называется. В открытую демонстрируется уже теперь нацистская символика. Говорится, маски сняты. Теперь уже националисты из Украины не стесняются нацистской символики гитлеровской Германии. Но они показали свое лицо. Теперь уже все, маски сняты. Уже идет война. Поэтому, что делать родителям? Говорить правду. Первое. Не мы это начали. Раз. Второе. Россия защищает свои интересы. И вообще, не то что свою безопасность, а жизнь в нашей стране. И тем более жизнь будущих поколений. Не начни сейчас специальная войсковая операция на территории Украины. Завтра, но может быть не конкретно на следующий день. Через неделю, через две недели, через месяц. Как президент Владимир Владимирович сказал, что в стратегической перспективе для нас ничего не изменилось. Украина шла полным курсом в НАТО. Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что он не против обзавестись ядерным оружием и выйти из Будапештских соглашений. То есть, поэтому детям можно говорить совершенно четко. Была прямая угроза безопасности нашей страны. Фейки, которые касаются наших вооруженных сил, фактически у ребят это профессия. Профессия родину защищать, как мы ее называли из известного фильма. И сейчас с разных сторон именно в них ведется прицельный огонь. Что мы здесь можем сказать? Тем более, что именно за эти фейки 4 марта стало известно, что Государственная Дума приняла закон с поправками в Уголовный кодекс о наказании за распространение ложной информации о действиях российских военных. Это до 15 лет лишения свободы. Причем палата проголосовала по закону одиногласно, 401 за, без голосов против воздержавшихся. Ирина, это вот здесь как раз фундаментальный вопрос. Вот почему мы говорим именно, обращаясь именно к родителям детей. То есть, взрослые люди прекрасно понимают. Закон обязан для соблюдения всеми членами общества. Вот всеми гражданам России, всем гражданам России надлежит соблюдать российское законодательство. Опять-таки, без всякого пафоса. Нет никаких сомнений, что данные поправки в законодательство будут приняты. Отвечая на вопрос, а что является распространением недостоверной информации? Все, что официально не объявлено. Вот информация о том, что реально происходит на Украине, тем более действия конкретно вооруженных сил Российской Федерации, она может быть получена только из официальных источников. А вот все остальное это недостоверная, заведомо лживая информация. Поэтому, что могут сделать родители? Предельно оградить детей от бесконтрольного получения информации. В первую очередь из сети интернет. Пускай информацию о происходящем они получат от вас. А говорить нужно реально правду. То, что происходит. Вот информация должна быть от вас. Есть заявление Владимира Владимировича Путина. Было обращение к россиянам. Информация о ходе боевых действий, о потерях российских войск, она является официальной. И она не скрывается. И это нужно, вот, кстати говоря, это тоже беспрецедентный момент. Подавляющее большинство государств всегда скрывает то, что происходит в зоне боевых действий. По понятным причинам. Руководство нашей страны и руководство вооруженными силами пошло на шаг, понимая, что у российских военных, которые находятся на территории Украины, есть матери, жены, дети, отцы, братья, просто близкие люди, которые очень сильно за них переживают. Так вот, я говорю о том, что прежде чем дать возможность своему ребенку просматривать фейковую информацию из интернета, потому что достоверной там нету практически, потому что достоверная это репосты той официальной информации, которая и так присутствует в официальных СМИ. Вот о чем разговор. Вот так вот, прежде чем детям предоставить возможность получения такой информации, подумайте, пожалуйста, о тех, о близких российских военных, которые живут рядом с вами. А многие из вас относятся к числу этих самых близких, потому что, поймите, что ребята, которые защищают нас всех с вами сейчас там, им тяжелее всех, ведь это они же находятся на передовой, они же рискуют ежесекундно своей жизнью. Подумайте о тех, кто исполняет свой воинский долг и о их близких. Оставайтесь людьми. Оставайтесь людьми, да, и помните, что это очень важно. Помните, что они, воюя там, должны знать, что здесь их понимают, ждут и надеются на благоприятный исход. Ваш прогноз, ваше настроение, каково сейчас в эти дни? Абсолютно оптимистичный. Победа будет за нами. Никаких шансов у украинского режима остаться у власти нет. Есть четкое понимание, есть четкое понимание, ну, многих людей, которые имели отношение к вооруженным силам, украинская армия в любом случае проиграла уже изначально. Потому что, ну, не надо было Мишку-то русского злить. Вот не надо было злить. Разница, как говорят, говоря военным языком, разница в военном потенциале такова, что никаких сомнений в том, что Украина эту войну проиграет, просто нет. Просто нет. Победа будет за нами, это однозначно. Остается надеяться, что все-таки здравомыслие именно профессиональных военных украинской армии, а там очень много профессионалов, которые получали советское военное образование, которые служили в советской армии. Офицерский состав заканчивал советские военные училища и академии. Многие прошли Афганистан. Здравомыслие военнослужащих позволит принять верные решения. Одно дело защищать свою страну от врага, а другое дело защищать преступный режим. Даже следуя присяге. Надеемся на здравомыслие. Спасибо огромное. Напомню, что сегодня у меня в гостях был Алексей Николаевич Виноградов, руководитель Тверского регионального исполкома Общероссийского народного фронта. Спасибо огромное, Алексей. Пожалуйста. Я хочу еще раз обратиться к жителям нашего региона. У нас одна родина, у нас родина России. Не надо обливать ее грязью. Спасибо. Поддержу. Будьте здоровы. Спасибо большое. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!